Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я хочу с вами поговорить на такую женскую тему. Мне интересно ваше мнение, права я или не права. Вот сегодня я встретила свою знакомую, и под впечатлением нашего разговора я практически полдня все думаю, правиль я на мысль или неправильно. Она меня встретила и, как всегда, жалуется, как ей тяжело живется. А она немножко младше, чем я по возрасту, моложе. Ну я весь сочувствую, потому что я знаю, что такое спина болит, что такое ноги болят, что такое руки болят. Так вот у нее все, меня все, рук не чувствует, так болят руки, рук не чувствует. Поясница говорит, Оля, я пока расхожусь, я понимаю тоже, действительно, утром, пока расходишься, ты знаешь, чем заняться, продолжать идти спать, лежать, надо же двигаться, надо же как-то к жизни возвращаться. Вот так я нагрелась, слушай, ну я не могу, ну так мне тяжело, так тяжело, ну вот тяжело. У меня еще есть муж, конечно, и муж ей помогает, и они вдвоем работают. И вот от этой тяжелой, тяжкой работы, здесь нет, нема спасу, ну нет спасения. Работать надо, почему же надо работать? Значит, у нее дом частный, большой частный дом. Вот у нее там, я даже не знаю, сколько, наверное, я не знаю, в эти мерки. Ну то, что хозяйство, да, там еще земля у них есть, которую они там сажают, обрабатывают там эту землю. Вот, и хозяйство, я говорю, фермерша, настоящая фермерша, потому что у нее утки, я не спрашивала, сколько, но достаточно, потому что она режет периодически, продает это мясо. У нее куры, и гуси, по-моему, у нее нет, она вот не сказала за гуси ничего, но я так вот, насколько я знаю, она никогда за гуси не грела. Утки точно есть. Куры, гуси, у нее есть корова, у нее есть две свини. Вот, и она, действительно, она настолько хозяйка, что мне до нее, знаете, кажучи, как до неба, такие слова в украинском мове, до неба рачки. То есть это мне, ну я бы даже одну сотую, одну миллионную долю, я бы не смогла этого делать. Вообще-то, не знаю, даже не представляю, как человек может все успеть, потому что с этого молока, которое они получают от коровы, да, так она делает масло, она делает сметану, еще очень вкусный сыр делает, и, ну, иногда мне тоже перепадает, я покупаю у нее, потому что у нее очень хорошие качества, значит, такая добросовестная женщина, добросовестная ее муж. Муж помогает, ну, муж, я недавно была у него операция, я не спрашивала по какому поводу, ну, то есть, как бы он уже потерял немного сил, конечно, и помощь от него, ну, не очень большая, палат, ну, в общем, не очень большая, она все-таки помогает. И вот это страшное хозяйство, вот это все, вот столько-столько у нее есть, и, конечно, ну, в общем, ей же все, как бы и на мыло. Не мыло, не мыло, то есть, не мило, это тут украинско-российское слово, то есть, ну, не в моготу, короче говоря, тяжело ей, тяжело. Но я себе думаю, потому что пришла домой, я, конечно, ее пожалела, я ей просто чувствовала, потом думаю, ну, в конце концов, плакать или смеяться? Ну, не осуждайте меня, мне важно ваше мнение, вот кто мне что скажет, вот как вы думаете? Я понимаю, когда у человека ничего нет, и не за что купить кусок хлеба, то действительно такая безвыходная, безвыходная ситуация, безвыходная, действительно, очень и очень тяжело, и тут не знаешь, где его взять, тот рубль, да, чтобы пойти себе что-то купить. А тут, когда у тебя столько много, я же, я не знаю, сколько там у нее земли, вот, ну, такое большущее хозяйство, то в конце концов, если тебе так тяжело, да, и тоже тяжело, самое тяжело, что очень тяжело, вот безвыходная, знаешь, вот я не могу, я еле-еле встала, да, но я так понимаю, что я могу сказать не могу, когда я, вот я знаю, что я работаю до тех пор, пока я не смогла, вот, когда вот ты не сможешь пойти, да, вот тут действительно ты уже не можешь. А пока ты ходишь, значит, ты еще можешь, вот такая, так я говорю, ну, в конце концов, когда у тебя там есть земля, значит, продай кусок земли, если ты, ну, потому что отдать же жалко, естественно, отдать жалко, это же трудом заработано, все такое, если ты, ну, ну, корову жалко, но все-таки тоже можно с ней расстаться, продать ее, эту корову, там этих гусей у нее, не гусей, а уток, тьма тьмущая, ну, конечно, за всем же нужно ухаживать, вот, и она, вот, вот такой мой вопрос к вам, а вы мне скажите, я права или не права, я бы на ее месте, я бы на ее месте, ну, наверное, да, ну, хотя бы и сократить, вот мне же, ты подскажешь правильно, мне кажется, но немножко меньше всего, то, что я могла охватить, допустим, в 30 лет, в 40 лет, в 50 лет, так, если уже здоровье подкатить, тем более муж у тебя болит, все, и они не бедные люди, у вас же есть какие-то запасы, в конце концов, вот, и не одиноки, у них есть дети, то есть дети им помогут, если, допустим, чисто физически они уже не могут работать, ну, то я над этим таким горем, я же говорю, я не знала, то ли мне смеяться, то ли мне сочувствовать, то ли сказать, ну, дорогая моя, если у тебя столько всего, ну, возьми как-то, или поделись, или продай, или, ну, есть же выход, ты же не то, что одинокая женщина, вообще никого у тебя нету, и ты живешь на одну пенсию, и ты настолько слабенькая, больная, да, что ты даже не можешь пойти и купить ту буханочку хлеба, потому что тебе тяжело, вот этим людям, я понимаю, да, мне тяжело, а если у тебя столько, 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 и тебе, ну, простите меня грешную, ей-богу, простите меня грешную, что я вам так говорю, что нам докажут, ну, как мне, ты не представляешь, как мне тяжело, Оля, ты не представляешь даже, ну, да, я действительно много не представляю, потому что, я же говорю, я бы, ну, я не могу охватить такую работу, я могу, допустим, если сегодня стираю, так я уже, я уже не мою ничего, потому что у меня сегодня стирка или глажка, То есть я на таком уровне живу. Если я готовлю, то, конечно, я творог там делаю, если покупаю хорошее молоко. Но творог я делаю там сколько? Там 200-300 грамм творога. Не так, что я могу еще что-то продать. А вы знаете, у меня, допустим, были кошки, была собака. И для меня это была тоже проблема, потому что нужно выгулить. Собаку мы кормили, покупать специально мясо, косточки, что-то такое. Навариваю, стоять и кашей варить, мыть ее. То есть вот это, а тут же скотина, за ней же нужно убирать. В общем, короче говоря, я, конечно, сочувствую таким людям. Дай бог им, здоровья, сил, пусть они богатеют. Но чтобы им не было это в тягость. Но если так уже в тягость, то, я думаю, жаловаться не надо. Потому что, ну не надо жаловаться, но потихонечку расставайся с тем, что у тебя есть. Вот деньги, я знаю, у нее есть, все у нее есть. А сил нету. Ну если нету сил, то что поделаешь? В общем, дорогие мои, мне ваше мнение интересно. Просто, может быть, я одна такая, вот, несочувствующий элемент. Может быть, я не права. Может быть, во многом я не права. Но на сегодняшний момент я не знаю, права я или не права. Все вам самое доброе. Я, конечно, вам желаю здоровья. Главное здоровья. Потому что мы многого хотим, да, а здоровье иной раз нам не позволяет сделать того, чего мы хотим. Поэтому, как бы, свои желания, когда уже себя плохо чувствуешь, надо немножко ограничивать. Все вам самого доброго. Спасибо, что вы слушали мою беседу. Спасибо, что я с вами поболтала, поговорила. Пока-пока-пока.